Салон автобуса, в котором все пассажиры в масках, картина уже привычная. Специалисты городского департамента транспорта и представители транспортных предприятий, а также полицейские, проводящие рейд по контролю за соблюдением масочного режима, такие салоны проверяют меньше, чем за минуту. Однако все еще находятся те, кто не исполняет постановление губернатора. Да, потому что она не имеет никакого значения. Вирус передается через данное молекулы. Теперь на молодого человека составят административный протокол о правонарушении. За последнюю неделю сотрудники полиции составили 15 таких протоколов, а всего с октября прошлого года 279. Регулярные ежедневные рейды по контролю за соблюдением масочного режима охватывают все виды городского транспорта. Внимание проверяющих приковано не только к пассажирам, но и к экипажам машин. Если водитель или кондуктор сами нарушают режим, то они получают дисциплинарные взыскания или даже штрафы. Если кто-то из экипажа, либо кондуктор, либо водитель, снимут, либо спустят на подбородок маску, об этом мы узнаем оперативно посредством телефона в горячей линии, либо у нас работают рейды, контрольно-ревизионная служба, которая проверяет наш экипаж. Рейды – одна из частей комплексной противовирусной работы транспортных предприятий, сотрудники которых активно вакцинируются от коронавируса. Прививку сделали уже 197 человек. По всем предприятиям составлены списки на вакцинацию. Они переданы в районные администрации по месту нахождения, по месту работы людей. Районными администрациями совместно с медучреждениями отрабатывается график вакцинации. По мере наличия возможностей вакцин и готовности люди приглашаются. Также весь городской подвижной состав регулярно дезинфицируют. Салоны машин и вагонов обрабатывают спецрастворами каждый день. А в месячник по благоустройству транспорт будут мыть еще тщательнее после зимней работы. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.